Сегодня поговорим о давлении. Можно ли давить на сотрудников? Правильный ответ. Можно и нужно. Но надо это делать правильно, соблюдая золотую середину. Во-первых, сотруднику нужно донести, что хороший менеджер, это как фитнес-тренер, он по-хорошему давит. То есть это рост через какое-то сопротивление, как тренировка. Но можно давить только тогда, когда сотрудник вам это разрешил. То есть когда он вам дал на это моральное право. То есть вы ему объясняете, что я буду тебя качать, и через сложности ты будешь расти. То есть плохо тот менеджер, который не развивает свою команду, и кто не хочет, может сказать, что, ребята, не хотите развиваться, завтра на работу можете не приходить и посмотреть, кто в принципе не придет. Важно, чтобы сотрудники приняли идеологию, что вы как тренер их начинаете качать. При этом должно быть много факторов, чтобы они разрешили вам доверие и так далее. То есть плохо тот тренер, который не требует от своей команды. Плюс можно это сравнить как сеанс массажа. То есть если там не додавил, то, соответственно, массаж оказался неэффективный. Если там передавил, то человеку стало больно, и вы сделали ему только хуже. Поэтому важно соблюдать такую тонкую грань, понимать, если вы передавите, то могут уйти даже хорошие сильные менеджеры. Это будет вам большой минус. Они скажут, мы не согласны с тем, что он говорит, он на нас давит, нам это дискомфортно и так далее. Поэтому нужно золотую середину соблюдать. Еще важный момент. При руководстве нельзя говорить и требовать некрасивые вещи. То есть если что-то человек сделал неправильно, нельзя переходить на личности, говорить, блин, Вася там плохой и так далее. То есть это вообще недопустимо. И если что-то не так сделали, то можно просто сказать, ребята, блин, кто же так делает? Что же вы такое натворили? И тогда правильная интонация, вы будете вызывать еще к совести, и люди поймут, что они что-то сделали не так. Если вы им нормальным языком все это скажете, с долькой актерской печали, тогда они поймут свои ошибки и их исправят. А если, например, руководитель кричит на сотрудников, что вообще неприемлемо, значит, это просто слабый руководитель, он плохо руководит, ну и, собственно, сразу падает в глазах команды.